Хоть раз здесь сделали ремонт. Ни разу вы здесь не делали. Крыльцовы, говорите, сделали. Это бабки скидывались. Пол в подъезде жилого дома номер 2 по улице Симофорной сложно назвать образцовым. Передвигаться по нему как минимум опасно. Лестницы в подъезде разрушаются, стекла выбиты, крыша течет. Почтовые ящики давно пришли в негодность. Здесь длительное время не проводился текущий ремонт. Такая же ситуация и в соседних домах. Дворник не убирает, в наш подъезд не зайдешь. Там такая наледь. И над крышей висит такой козырек за льда. Пробегаем, просто пробегаем, чтобы нас не сшибло. И вторая у нас вход в подвал. У нас осыпается. Не просто осыпается, там все осыпалось уже. Камни, дверь не открывается. И если вдруг какая-то авария или еще что-то, да там вообще может просто упасть стена. Об этой проблеме знают все. Писали письма. И с номерами, и с входящими. Но никто ничего не принимает. Никаких мер. Управляющая компания взяла на обслуживание эти дома в декабре 2021 года. Но проблемы решать не спешит. Жители поняли. Нужно встречаться с директором лично, чтобы озвучить наболевшие вопросы. Новая Самара пришла. Во-первых, она работает с декабря месяц. Но пока документы, пока праздники, пока отчеты, это все понятно. Мы не могли толком найти их сначала. Результата никакого нет. И начинаем мы начальство бомбить для того, чтобы пришел хотя бы дворник, что-то убрал. Скорая не сможет подъехать. Сейчас будем просить и эту управляющую компанию, чтобы на крыше хотя бы коньки поменяли, стыки вот эти вот крыши. Потому что живет в моем доме бабуля 89 лет. В наше время с тазиками она ходит. Это куда дело годится. В свою очередь районная администрация в постоянном режиме контролирует, как управляющие компании ТСЖ, ЖСК выполняют работы по надлежащему содержанию придомовой и прилегающей территории, а также кровель многоквартирных домов. Если управляющая организация не устраняет выявленные замечания, районные административные комиссии составляют акты, которые далее направляются в ГЖИ для принятия мер. Хотелось бы быстрее, оперативнее принять решение, быстрее, оперативнее, чтобы люди приезжали на адреса и чаще выделяли технику. В данном случае АГП на очистку крови. Ну, во-первых, это могут быть жертвы человеческие, конечно. Это, во-первых, самое страшное. А так это может быть и обрушение кровли. Если очень долго кровлю не чистить, она образуется очень большой, лед, глыба, и может быть обрушение кровли. Здесь только управляющие компании несут за это ответственность. И опасения жителей оправданы. Во время видеоконференции с жителями февраля 2022 года губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что собственники вправе требовать от УК качественного и своевременного обслуживания многоквартирного дома, так как жители оплачивают коммунальные услуги. Отметим, что все недобросовестные управляющие компании будут лишаться лицензии на право обслуживания многоквартирных домов. Елена Чернярская, Николай Сидоров. События.